Добрый день! Я умножил на два, потому что вот эти очки, набранные в Рапиде, они умножаются на два. Вот что мы имеем перед началом первого тура Блиц. Ну, очень важный момент, что Накамура очень далеко от Карлсона. Накамура изначально в любом Блиц-турнире фаворит, но теперь ему, конечно, надо будет очень много пудов соли съесть, чтобы догнать лидеров, и надо, чтобы просто и в прямых встречах с конкурентами побеждать, и надо, чтобы те самые конкуренты буксовали. Сергей, знаешь, мне это что напоминает? Он не далеко с трамплина в Рапиде. Он сидит на 10-м месте, на 9-м, 10-м. Ну, сейчас, вот что я подумал. Сейчас поедет на лыжах, да. Да, сейчас на лыжах и вперед. Ну, что, я не знаю. Пока ходов-то нет. Ну, расскажи, Сергей, свои ощущения вообще, что происходит. О чемпионате Европы по футболу, как я понял. Да, конечно. Это я готов. Нет, ну, хорошо. Что касается турнира в Левине, то видно, что Накамурушка отдыхает, и немножечко он так находится в неком расслабленном состоянии. Магнус Карлсон тоже начал было отдыхать, но потом во второй день все-таки решил прибавить, и этого хватило для того, чтобы занять первое место. Ну, конечно, радует высокая позиция Ананда. Ясно, что дедушка современных шахмат, ну, я имею в виду, еще даже не возраст, а именно его статус такой. Уже он столько раз был чемпионом мира, столько раз был экс-чемпионом мира. В общем, этот человек-легенда. И ясно, что он, в общем, чисто исторический персонаж, памятник самому себе, но этот памятник еще продолжает двигаться, неплохо играть в шахматы. Так что, браво, Анант, я надеюсь, что он сегодня окажет сопротивление молодым. Так что, в общем, Уэслисо, конечно, может преподнести сюрприз. На самом деле, Блицой отличный, мне кажется, его не стоит тоже сбрасывать со счетов. Да, потому что он играет очень быстро, и у него всегда перевес во времени в Блиц. То есть для того, чтобы у него время начало заканчиваться, это вот нужно ходов 60 сделать. Вот единственный, кто его загнал в цветнот, это я помню, когда вот играли, когда Каспаров играл, вот Накамура. Вот Накамура как-то загонял Уэслисо в цветнот, но не сразу, ходу на 60-м. В начале партии Уэслисо играет очень быстро, и всегда впереди по времени. А что по поводу Максима Вашьева играла? Что-то он как-то не видно его было вообще вчера и позавчера. Что случилось? Да вот трудно сказать. На самом деле, все не могут побеждать, конечно, и так, чтобы все блистали, все побеждали, это дело тяжелое. Но сейчас опять-таки, как тот самый прыгун, видимо, прыжки не пошли, сейчас побежит очень быстро. Ясно, что в Блице Максим тоже один из лидеров. Ну, сейчас, кстати, он сыграет с Накамурой. Мы изначально с тобой избрали партию Калсона-Аронян, вот хотим посмотреть. Ну, Ваш Елограф Накамура тоже любопытная партия, но все-таки Калсона-Ароняна, это прямо сейчас непосредственная борьба за первое место, потому что Аронян у нас на третьей позиции. Я думаю, что давай все-таки уважим чемпиона мира, если, конечно, дождемся ходов. Ну, если дождемся. Ну, здесь дело такое, в общем. Ну, во-первых, может быть, они и там не начали. То есть это можно проверить только за... Да, наверное, они физически просто не начали играть. Да, на официальный сайт. Во-вторых, ну, как говорится, все-таки ходы должны передаваться. Тут цепочка, как обычно. И пока эта цепочка дойдет до меня, может пройти очень много времени. В цепочке бывают обрывы. Человек, ну, скажем, может, случайно, вне зависимости от квалификации, Ну, наверное, все-таки, если человек не очень опытен в шахматах, то больше шансов, что он сделает не тот ход на доске. И вот так вот все обрывается, и нужно восстанавливать назад. Ну, в общем, процесс довольно-таки такой. Будем готовиться. Да, ну, будем... Все, что можем, будем делать. Если наша основная партия закончится очень быстро, что, наверное, вряд ли произойдет, может быть, будет время переключиться и показать вам какие-то фрагментики маленькие. На самом деле, как я обнаружил на прошлой неделе, когда все то же самое игралось в Париже, то, ну, настолько мягкий регламент, что, по-моему, участникам бедным вообще нечего делать. Они между этими партиями, наверное, ходят, там, я не знаю, вообще ждут. То есть у нас долгие перерывы будут, да? Перерывы были длиннее, чем сами партии. Ну, понятно. Так что найдется, о чем поговорить. Будем наших зрителей тоже вовлекать. Пять минут на всю парцию и две секунды добавления на ход. То есть мягчайший блиц. И между ними еще большие перерывы. Ну, вот я надеюсь, что наши зрители нас поддержат. Кстати, сейчас уже нас приветствуют и даже задают вопросы. Вот интересные сведения, кстати, Алексей. Накамура сегодня рубился на Чизкоме по три минуты и выиграл одного украинского мастера 35-0 или больше. Вот такую тренировочку провел Хикаро. Ну, для него это совершенно обычное дело. Нет, ну, поразительно, поразительно. Как по три минуты? Почему не по минуте? Что случилось? Стареет, что ли? Нет, нет. Он готовился к этому блиц-турниру. А, он решил специально. Где все-таки надо и в шахматном плане как-то посильнее играть. То есть, он наступил на горло собственной песни, добавил время. Ну, вообще, с его стороны жертва, конечно, серьезная была. Ну, что нам сделать ради большого успеха. Ну, это мы уже видели. Да. Еще один вопрос, Сергей Юрьевич. Как можно с вами в настольный теннис сыграть? Говорили, что вам не хватает напарника. Да, в общем, партнера хорошего ищу. Партнера не хватает. Между тем, блиц начался, Алексей. Ой-ой-ой. Давай смотрим. Карлсон Аронян. Началась трансляция. Причем на Ческоме у нас все хорошо, кажется. Мы увидимся. Я не знаю. Я тем временем все-таки ходы делаю сам, на всякий случай. Сейчас у них хорошо, а потом будет не очень. Ну, хорошо. Ну, я хожу пока, ничего страшного. Вроде не сильно отставил. Итак, дорогие друзья, итальяночка, белые, естественно, поставили пешку на Д3, ракировали. И здесь снова эта медленная позиционная возня, в которой черные сейчас наверняка будут Д6, конь Е7, конь Ж6 играть. Вот интересно, получится ли плавная передача ходов или все-таки порционно это будет происходить? Сейчас мы видим, что после короткой ракировки черных как-то застыла трансляция. Застыла, задумалась. Я не знаю. Как говорится, я рассчитываю только, что цепочка не прервется. Но в этой цепочке потери одного бойца, который, ну, я не знаю, там, просто отвлекся или там побежал в туалет или чихнул, она приводит к тому, что все мы застываем. Сыграл С3, Магнус, и черные смело прорвались Д5. Ну, видимо, есть для этого все основания. Ну, что, на хорошее развитие, но с пешкой Е5, наверное, надо будет как-то решать проблему после ладей Е1. Наверное, что-то такое уже игралось. Нет, это все теория. Там слон Ж4, там, наверное, можно там как-то эту пешку где-то, может быть, и жертвовать. Но я знаю, что без пешки на С3, будь хоть слон Б3, там была бы сомнительная позиция у черных. А сейчас есть еще слабость на Д, где-то черный конь на Ф4 может выскочить. Конь Д2 сыграл Магнус, на самом деле не форсируя события. В случае слон Ж4 можно там за ним погнаться. Конь Б6. Вот любопытно, любопытно. И белый слон отошел не на Б3, потому что пешка на Д3 висела, а на Б5. На Б5, наверное. Теперь в какой-то степени хотим побить на С6 и на Е5. Все-таки немножечко здесь подвисает эта пешка. И вокруг нее сейчас будет вся борьба развиваться. Играть и в 6, наверное, можно прямо здесь. Слон Д6, покрепче ход. Вот это самый крепкий ход. Наверное, отошел еще от каких-то возможных ударов Д4, ЕД, потом конь Б3. Там разные могли быть вещи. Слон Д6, так крепко. Ну, ладья Е1 навалились еще раз. И слон Ж4, связка. Вот если теперь отогнать слона на Ж6, стукнуть на С6 и на Е5, там на Д3 пешка провисает. Так что пока Левон держится бодрячком, и все у него по виду неплохо. Аж 3 все-таки полезно, да? Ну, наверное, аж 3 сыграно было. Раз было сыграно, значит полезно. Слон Аж 5, да. И теперь белые могут конец Д2 куда-то вести. Конь Е4 вперед в дамки. Ход Ж4, видимо, не нужен пока, да? Я думаю, что рановато Ж4 играть. Наверное, все-таки никуда не уйдет. Ну, раз черные не взяли сразу на Ф3, ну, наверное, не возьмут. Конь Е4 так напрашивается, конечно. Ну, правда, черные не боятся хода. Конь бьет Д6. Потому что вот когда два раза пытаешься испортить пешки, они как-то сами собой выправляются. Взял на ЦУ 6 и на Д6. Да, конечно. После конь Е4 есть еще идея конь Ж3. Просто таким способом избавиться от связки. И потом заняться пешкой Е5. Ну, опять-таки у нас некоторая пауза. То ли она связана с передачей, то ли Магнус задумался. Мне, кстати, спрашивают, как отреагировал Магнус, когда проиграл мне партию в 2006 году. Вы знаете, дорогие друзья, давно дело было, 10 лет назад. Ну, Магнус огорчился. Он был тогда достаточно маленьким, сколько ему было, 16 лет. И это было дело в Тромсе. Своя норвежская публика, конечно, не очень надеялась. Но, в общем, держался он мужественно, достойно. Перенес это поражение стоически, как и подобает, в общем-то, на северному человеку. Конь Е4, ладья Е8 было сыграно. Ну, полезное такое укрепление. Пешки Е5. А смотри, а связку вообще не реагирует, да? То есть даже, в смысле, даже наоборот встал под связку. Да, размен на Ц6 никого не интересует. Здесь черные должны просто укреплять, укреплять. О, слон Ж5, это провокация. Это провокация. Вообще, я думаю, что Ф6 ход возможен. Слон-то на Ф7, если что, может прикрыться. Ф6 сыграно. Я не уверен, что слон Ж5. Это правильно, но тут дело такое. Игротское. И вот тебе надо слона как-то грамотно, может быть, наедли, отвезти и посмотреть, что будет дальше. Вообще, действительно, когда продвижение Ф6, белые при случае могут ходом Д4 начать войну в центре, потому что ослаблено все-таки королишко. Это правильно. Но я думаю, что черным надо ходить А6. Я думаю, надо все-таки забирать этого белопольного слона. Слабости, ну что делать? Уже сыграно разминцы произошел, да. Теперь в отсутствии белопольного слона слабых черных полей в лагере черных не чувствуется. Ну вот теперь конь Ж3 можно отступить и на Ж6, и на Ф7. В общем, пока все солидно. У черных. С4, наверное, собирается Магнус пойти, отрезать этого коня, ну как-то, пригрозить ходом С5. Но тогда конь начнет маневрировать через Д7 куда-то. Ну, интересно. Нет, все-таки после слона Ф7 Д4 сыграл Магнус. Хочет, чтобы конь с Ф3 пошел куда-то на Д4. Ну и с этими слабыми пешками как-то аккуратно работать. Выпустил зато коня куда-то активизироваться. Может быть, там конь С4. Конь С4 уже сыграно. А вот так, да. Быстренько это у них. Быстренько, быстренько. Да, здесь можно на Е5 сначала разменяться, посмотреть на поведение черных. Да, так и сыграл Магнус. То есть он не реагирует на слабость на Б2. Здесь динамика в центре несколько важнее. Комбьет Б2, вряд ли последует. Ферз С2 без фигуры. Так что, видимо, придется отвлекаться на взятие на Е5. Ну, вот, играет на маленький плюс. Можно разменяться на Е5. Может быть, просто Ферз А4 сыграть. Или Ферз Ф3. Позиция немножко открытая. Все-таки две вертикали. Так приятно занять поле Ц5 конем. Но против двух слонов тяжело побеждать. Даже с лишней пешкой в каком-нибудь маршале. Да и не такую позицию. Но, правда, тяжело это для... А для Магнуса, может, это не тяжело. Взял слоном на Е5. Интересно. Конь Е5, ладья Е5. И все-таки на Б2 подвисает. Но, с другой стороны, двух слонов уже нет. И ясно, что ставку делает Ливон на то, что на Б2 или на Е3 удастся стукнуть. Но вот это, кстати, вопрос. Сейчас важнейший момент. Если белые сумеют нормализовать свою структуру и сохранить чернопольного слона, там, Б3, С4, допустим, у них действительно станет получше. Ферз С1. Такой стоический ход. Размен на Е3. Кстати, там будет плюсик у белых. Будет плюсик. А прав ли Ливон? Может быть, сейчас ферз Е7 как-то по вертикали Е надавить? Ну да, у него динамически все-таки нужно использовать. Потому что у белых конь на Ж3 оказался как-то неудел. Такой традиционный испанский конь. Ну, не знаю. Конечно, можно сдвоиться, даже попытаться строиться потом. Но что из этого получится всего? Мы забираем на Б2, но мы, может быть, отдаем линию Е. И там ладья на Е7 внедряется, да? Или на Б7. Ну, может быть, черные могут это пережить. Им, конечно, самое главное, чтобы эта ладья с 7-го ряда не соединилась потом с конем с Ж3. С Ж7. Ну, в принципе, так. Ну, хорошо. Выиграл пешку на Б2, потерял на С7. Там где-то на А2 висит. Но надо будет посмотреть конкретно. Потому что... Ну, вообще, ход напрашивается пойти Ферзом на линию Е. А ты думаешь, Е7 или Е8? Ну, какие... Ну, честно говоря, после... А, после слона Ф4 можно разменяться на Е1 и не брать на Е1 сразу к МБ2. Ну, вот я думал. Есть такая мысль. Из-за этого это важно или это не важно? Есть такая мысль, да. Неужели над этим думают? В общем, я не уверен, честно говоря, что мы имеем действительно реальные показания часов здесь. Я смотрю, сомнительно. Ферзь Е8 так и сыграл. Все-таки Ферзь Е8. Ну, хорошо. Да, именно в этом направлении думает. И Магнус просто переводит в техническую стадию. Размен на Е3. Но там вертикаль Д ученых. Ладья Д8 успевает сыграть. Если бы Белый сыграл Ладья Д1... Ну, что он пошел? В Б3 он пошел, как я верю. Да, В3 все разменялось на Е3. И Ладья Д8. Конь Е4. Не знаю. Ладья Д3. Ну, значит, он собирается эту пешку отдать. Поставить коня на Ц5 и пешку на Ц5. Он хочет на А6 съесть, да? Конь Ц5, конь А6 в перспективе. Неужели он будет отдавать на Ц3? Он сыграл Ц4 уже. И отдает на Е3. И идет за пешкой А6. Ну да, но это то же самое, только вид сбоку. Это могло после Ладья Е8 то же самое получиться. Ну, вот я не понимаю, как пешку, собственно, отыгрывать Белый. Ладья Е3, конь Ц5. Сейчас А5 сыграет. На Конь Б7 Ладья Е5. Мне так кажется, что все-таки пешка. Пешка пока отыграет. Ну, не говоря про это, а может быть и А4 двинуть как-то в ответ на Конь Б7. А разве нельзя двинуть свою в перспективе? А он сыграл Ладья Д1. Это более как-то, мне кажется, в стиле Магнуса, поскольку он рассчитывает. Ну, здесь тоже Ладья Е5 есть, так что вряд ли. Ну, то есть он хочет зайти на седьмой ряд. Ну, вообще проблема... Кстати, или на восьмой. Или на восьмой. Сначала на восьмой, потом, может быть, ну, как-то вот так, в общем. Здесь... На самом деле я не думаю, что Белых здесь совсем как-то плохо. Я тоже не уверен, что они смогут выиграть. Но, вообще... Мне вот интересно... Я считаю, что ничем не хуже у черных. Нет, не хуже у черных, конечно. Слон G6, слон Е4 сейчас сыграем. Ну, да, но хотелось бы на победу черными. Кстати, так и сыграл. Слон G6, король F2. И этот слон при случае потом и на B1 может отскочить. Ну, откуда? На C3 пойдем? На C3 напрашивается. Напрашивается на C3. Все-таки на C3. А он сыграл ладей E5. Тут мы не угадываем. Не угадываем. Но, с другой стороны... Вообще, черным нужно воспользоваться моментом, если он появится. Начать надвигать что-то там. H5, H4. Уже сыграно конь B7 и слон Е4. Я думаю, на А4 Ба опасался. Опасался Ливон. И там пешка-то может проскочить. Конечно, здесь опасно уже было. Слон Е4. То есть, его план это дать ладе F5 шаг и на G2. Да, и с пешкой G2 поговорить. Ну, черные сами пешку H могут надвинуть пока. Да, вот H5, H4, как только появятся возможности, если там будет какое-то затишье на один ход. Ну, вот с H4, я думаю, тоже надо бы H5 вообще. Уже сыграно. H4, H5. Вот это правильно. Ну, дорогие друзья, сегодня на сайте Ческом очень здорово трансляция работает. Не в пример каким-то предыдущим случаям. Видимо, какие-то уроки извлекаются. И сейчас, в общем, я наблюдаю. На сайте Ческом оно просто появляется быстрее, чем на других трансляциях, как я вижу. Так что дай бог, чтобы так было всегда. Ну, я немножко там поднял бучу, но неужели... Или это просто совпадение? Нет, нет, твоя взбучка просто взбучила всех технорей и организаторов сайта, и теперь все работает исправно. Тем временем, Белая Ладья практически мгновенно через D8 оказалась на А8, и начинается какая-то прямая уже гонка. Там, правда, сломан Б1 есть ход какой-то спокойный. Не знаю, что-то в этой гонке мне перспективы черных больше нравятся. О, С5! Неожиданно оказался подрезанный и слон, и конь, и ладья. Ладья А7 взяли на Ж4, сейчас черные побеждать будут, я так чувствую. Просто размен на Б7. Так, вот это любопытно. Ну что, размен на Б7 взяли на Ж4, а побеждать как? Размен на Б7 и сыграл А4. А4 пока. Вот этот А4 мне нравится. Ну, ты знаешь, ничья получается. Ну, правда, получилось ничья. Ладья С7, меняли, меняли, да. То есть, ясно, что прицепились к пешке Ц5, но выиграть никто не может. Я думаю, что это битая ничья уже, совершенно пустенькая ситуация. Я сейчас посмотрю, что творится в других партиях. Итак, дорогие друзья, ваш Елограф проиграл Накамуре. Вот вам и ответ на вопрос, правильно ли делал Накамура, готовившись так к Блицу. То есть, серия побед продолжается. Крамник обыграл Василисо, Каруана обыграл Гири. Так что кровь льется рекой. И мы, конечно же, видимо, нашли единственную партию, которая закончится в ничью. Так, все, согласились, Алексей. Все, согласились. Согласились, он в 5 пошел, да. Все понятно. Остается последняя партия Топалов против Ананда. И я вижу, что у Топалова... Ух ты, бог ты мой. Топалов лишний фигур. Просто побеждает, уверенно. То есть, не на что смотреть там. Ну, не на что смотреть. Там партия завершается. Ну, вот из тех партий, которые уже завершились, стоит сейчас... Потому что время у нас сейчас будет. Стоит какую-то партию показать? Бывали там победы на Камуре настолько важные. Ну, если перерыв у нас большой, то мы, наверное, сейчас покажем. Кстати говоря, выиграет ли Топалов? Если ты можешь переключиться... Топалов против... Ну, вот что. Почему-то показывает вот такое. А у кого лишняя фигура? У Топалова. У Топалова, да. Да, но там пешек-то... Пешек-то много. На самом деле, ситуация несколько проблемная. Но я думаю вот что. Я, честно говоря, не вижу, как выиграть. Потому что если поставить короля на F4 и слона на B2, тогда король H5 играется. Вот это получилось. И король F4 не пойти. Я вообще не вижу никакого выигрыша. Ну, здесь не соблюдается принцип одной диагонали. Слона разрывает. Или черный король к пешке H3 приходит. Или, в общем, какая-то из пешку ходит. Удивительно. Судя по всему, было выиграно у Топалова. Но где-то он, наверное, упустил. Нет, ну, дело в том, что есть поле на Е7. Но проблема в том, что сбивают этого слона с этого поля. В тот момент, когда мы ставим Цуксван, король на F4 и слон на Е7, играется король F7. И над нами смеются. Ну, на самом деле, король черных на H5 может стоять на короле F4. Может и на H5 пойти. Следует A3 и король на F4. Тоже устраивает. На H4 прорывается. Да. Ну, то есть выигрыша не получился. Все, уже согласились. Уже согласились. Так, все-таки две ничьи у нас получилось. Ага. Да. Ну, давай посмотрим что-нибудь. Посмотреть можно, но... Ну, давайте на Комура начнем, раз о нем тут речь зашла. Посмотрим, как он выиграл. Все-таки Максим как-то, я не знаю. Может быть, вот оторвался от родных корней, далеко уехал за границу в Бельгию. Да, ну, ладно. Бельгия, на самом деле, вполне французский край. Там по-французски говорят. Так что, мне кажется, это не тот случай. Вот. Ну, хорошо. Значит, я неудачно пошутил. Да, Алексей, давай как-то... Как мы поступим? Откроешь, значит, с Коми, просто эту партию. Ну, я открыл ее и показываю, да? Да, давай, конечно. Вот она и есть. Ну, опять же, тот же самый дебют, я уж ничего тут не понимаю, но тоже вроде Слон-Ж4. Ну, какие-то... Рано даже какие-то комментарии делать. Ну, вот Б5. Мне нравится, когда Б5 ходит в этом варианте. Начинает все двигаться вперед. А мне нравится это за белых. За белых, потому что слабости создаются. Ну, вот здесь вот получается, вот получилась у нас позиция из партии Винтер Капабланка. Да, когда Слон на Ж6 оказался. Ну, да, то есть играют без слона. Ну, вот получилось, что слабости на самом деле не хватило белому контроля над ферзевым флангом. Если пешка на Б4 стояла бы, было бы неплохо. Но все равно кажется, что более-менее нормально у белых. Ну, коня на А1 как-то запулил не вовремя и прорвалось в центре. Вот при коне на А1 подрыв С5-С4. Ну, вот это классика жанра. То есть что получилось? Что когда его ударили, сначала отсюда удар пошел? Это он с левой какой-то, левый хук. А когда, если отвести коня на А2, тогда дадут уже С4 по центру. Потому что ладья будет не защищена. Честно говоря, я думаю, что Максим, конечно, тут допустил пару крепких ошибок. Он мог пораньше стабилизировать центр, и все это не получилось. Ну, вот представьте себе, например, удалось бы здесь пойти белым Б3, а потом С4. Да, и конец. Ну, вот, и были бы два хороших слона. После чего можно было бы еще, ну, не спеша, ходов 50, там, массажировать. Наверное, какое-что-нибудь у белых бы нашлось. А получается, что С4 пошли не белые, а черные. И вот вам и Винтер. Ну, все-таки Винтер, наверное, не смог, ну, как-то не так был силен, как на Каморо сейчас. Да, да, пожалуй, чуть-чуть посильнее. Все-таки, да. Получилась связка, и что совсем? Ой-ой-ой, F5. Да, ну, вот так. Теперь получается, что мат. Наверное, спасения никакого здесь быть не может. Один ферз пытается грудью прикрыть, но... Ну, да, и конь на Е1, как немой укор всей армии. Хорошо. Разбором серьезный. Да, давай посмотрим на Крамника. Крамник обыграл Весли Со, да. Вот как-то лидеров у нас притормозили. Карлсон не выиграл, а Со и вовсе проиграл. Ну что, включаем? Так, включаю, включаю, одну секундочку. Со проиграл, да. Причем, я уже вижу конечную позицию, владея на Эшбер. Нет, ну да, а вот начнем с начальной. Тут дебют Рэти. Последнее время Крамник очень-очень силен в этом дебюте. Еще он играет сразу Аш-3, идет за этим слоном небедно. Можно, конечно, уйти слон Аш-5, но тогда другие идеи. Тогда он переходит на Д3, Е4. Но здесь, ну вот кажется, что черных перевес какой-то в развитии, но поскольку они ракеровались в короткую сторону, кто-то пытался там атаковать с Аш-5, Сж-5. Наверное, это более перспективный план за черных. И здесь начинаются такие неспешные маневры. И на доске-то у нас каталон. Каталон, да. Без плохого слона на С-8. Зато... Ну вот я дошел на 18-го хода, где Е4 прорывается белый. И этот слон Ж2 начинает работать. А был бы плохой слон на Б7, не было бы такого хода. Да, конечно. Такая странная какая-то... Логика, нелогичная логика шахмата. Ну вот пешки продвинулись далеко, и сейчас им надо идти еще дальше. Уже жертвы. Да. Что говорить. Начинается стадия реализации уже где-то. Вот слон Ф4. Как вам нравится такой ход? Упростить, все разменять. И владея на Эншпильм, может быть, даже с двумя лишними присущи. Ну я не уверен, что это лучшее решение, но... В общем, но интересно. Хорошо. Решение мне очень понравилось, потому что у черных проблема... Проблема с Королевым, еще нужно потерять время. А Крамник сразу наседает. И на Б4, и на Д5. А что происходит на королевском фланге, не волнует вообще. Конечно. Потому что выигрывать-то будем на Ферзевом. Ну а что такое, что же плохого получилось? Вообще, по-моему, выиграл Форсерон. И когда черные внедрили две ладьи на второй ряд, выяснилось, что все-таки угроза шаха на С8, она важнее. На ладья битв 27 там был ход, и не получается. Вечный шах не получается, потому что белый король на Д1 уходит. Это районе 35-го хода. Ну вот здесь вот это все и было сделано. Ну, правильно, конечно, ничего тут не получалось. Ну, хорошая техничная победа. Вообще, когда Крамник свеженький, он вот так и играет. Да, конечно, там С8 будет грозить, а король пойдет налево. Ну, это, в принципе, контратака вот эта на втором ряду. Но, очевидно, не успевал. Я, честно говоря, вот ход с его на Ф4 на меня большое впечатление произвел. Как-то он так, ну, без всяких, без обвиняков, скажем так. Ну, что делать? А какие у нас будут предложения на следующий тур? Так, мы... Хотелось бы все-таки обозначить... Может быть, Каруану с Гирей посмотрим, раз уж партии есть. Сейчас про следующий тур я тебе скажу. Ну, наверное, успеем. А Каруана победил, да? Да, следующий тур. Сейчас какие у нас пары? Ну, на Камуро Крамник, я считаю, мы, как честно, обязаны посмотреть. Необходимо, да. Это святое, да. Ну, здесь я не понял, честно говоря. Так, с какого хода показывать? Да, давай с раздачей, если время есть. И пока силы есть. Ну, мне хотелось бы успеть вписать только на Камуро Крамник. А, ты тогда пиши на Камуро Крамник, да. Ну, впишу, ладно, впишу. Впишу. На всякий случай в этот анализ. Я все-таки хочу главную партию гнать там на анализе, поскольку кто его знает. Не доверяешь? Ну, собрали, а я не доверяю, вообще никому не доверяю. Даже самому себе, да. Разумеется. Самому себе вообще нельзя доверять. Ну, тут двойной фианкета со стороны белых в этой партии произошло. Такой подчеркнутый ретий в квадрате, я бы сказал. Ну, черные достаточно солидно выставили по центру. Ну, что, давай посмотрим. Ну, собирается Б4 уже где-то. А вот они успели. Вот все-таки успел Фабиано сам пойти Б4. Может быть, черные зря не двинули Б4. Пока можно было. Ну, он решил, рассчитывал на выигрыш пешки Б4. А вот атаку по линии А. Ну, не хотелось менять, конечно, ладии за ферзя, поскольку белых в этой партии... Нет, ну, это, судя по всему, была ошибка, Алексей. Самим надо было сыграть Б4, потому что, как белые ставят пешку, у них такая приятная игра по черным полям. Причем давным-давно известно это все. Ну, здесь интересно. То есть, он хотел заманить белых на ход Е5, а белые держат напряжение. Опять же, открывают вот этого слона на Ж2. То есть, по двум партиям, Крамника и Каруаны, мы видим, что вот слона этого закрыть пешкой Д5 не так-то просто. Небольшая тактическая перепалка. То есть, пешки на Е4, наверное, защищается косвенно, вот, с помощью этого хода Кони А5. Ну, вот теперь можно взять. Да, перевес. Активные кони, полица 6. Стандартная для всех ферзовых гамбитов и прочих каталонов. Мощная, мощная игра. Вообще классический задушил, я просто вот уже до конца просмотрел, но просто производит большое впечатление. Я специально смотрю помедленнее, чтобы досводиться. Вот это к вопросу о вчерашнем, о том, стоит ли это все комментировать, смотреть как-то всерьез. Ну, вот мы видим настоящий шахмат. Вот реально очень сильную позиционную игру, и такой неумолимый пресс закатывает соперника в асфальт. Это просто очень здорово. Вот по виду, по виду, как в нормальной серьезной партии человек играет, делает сильные ходы и постепенно-постепенно переигрывает соперник. Просто здорово. Вот иногда Каруана играет просто здорово, классически, когда нет нервного напряжения, когда нет каких-то неожиданных поворотов партии, когда последовательность. Вот я чувствую молодого ботвинника, который вот проводит свой план. Да, но они же внешне похожи, как, в общем-то, как дедушка и правнук. И правнук такой. Ну, такой аккуратный, хорошо, скромно одетый, а чечки там, ну, нормально все. Так, кто у нас белыми играет? Так, давайте начинаем. Белыми на Камуре или Крамник? Что происходит у нас? На Камуре и Крамник. А, вот так вот. На Камуре и Крамник. Вот уже выставили эти партии на Чизкоме, так что я сейчас открываю. И сейчас будем смотреть, уважаемые друзья. Ну, на Камуре вот, судя по тому, что была подготовка, одержал уже, там, наверное, сороковую победу подряд, вот за последнее время. Но сейчас все-таки Крамник пока свеженький, и это будет серьезная битва. Да, это, в общем... В общем, Крамник все-таки начал с хорошей победы над Веслисом. Так, значит, я хочу тем временем обозначить здесь. Так, Карлсону мы сколько добавим? Получка, наверное. Да? Всего лишь. Так, я начну тут потихонечку добавлять. Весли мы ничего добавлять не будем. Да, Карлсон опережает Веслиссон на полтора очка. Потом еще на пол очка отстает Аронян Анант. Вот у них по 10 с половиной. Так что, вот, лидирующий... Арон Анант сыграл... Ну, я поставлю просто в нашу... Арон Анант сыграл в ничью, да. Да, в нашу табличку.